Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал о жизни, эмиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня в моем очередном путешествии по Патагонии мы с вами вновь побываем в Барелочи, увидим Барелочи весной, когда все цветет, потрясающие краски, которые режут глаза, и прокатимся по знаменитому маршруту Семи озер. Итак, погнали! Экскурсия по Патагонии начинается еще с иллюминатора самолета. Лето – сухой сезон в Патагонии, поэтому нет точь и только красивые облачка. И можно наслаждаться видами из кресла самолета. Картинки меняются одна за одной, и можно оценить масштабы как всей Аргентины, так и в частности Патагонии. Еще одно мгновение, и мы приземляемся в аэропорту города Сан-Карлос де Барелочи, мой любимый город в Аргентине. Сколько раз я не приезжаю в этот город, каждый раз как будто попадаешь в новый город. В каждом сезоне есть своя прелесть, свое очарование, свои цвета и колориты. Да что там в каждом сезоне? За это лето я его посетила несколько раз, и каждый раз это было что-то новое. Новые цветы, новые кустарники или цветущие деревья. То есть у каждого месяца есть своя изюминка в Патагонии. Немного подслушаем, что у нас обычно происходит за кадром. Саша, главное вовремя затормозить. Ага, да ты снимай, когда будет уже мокро, не снимай больше. Да ладно, это наоборот, когда будет мокро, больше просмотров будет. Может, наконец-то меня YouTube монетизировать начнет когда-нибудь. Люди ж красоту не любят, людям трешняк давай. В декабре в Барелочи есть две цветущих королевы. Одна из них, как вы уже, наверное, догадались, это вот эти вот красивые желтые кустарники Дрог. Дрог родиной из Средиземноморья. Но Барелочи, заселенная европейцами, полностью озеленено растениями из разных точек Европы. Посмотрите, какое оно красивое. А это озеро Науэль-Уапи. Прекрасно в любое время года. Когда путешествуешь по южной части Патагонии в декабре, то невозможно не обратить внимания на гриб жау-жау, растущий на деревьях. На русский язык переводится как сладкий-сладкий. Он и правда сладкий, и я попробовала. Декабрь месяц. Хоть как-то в этом жарком аргентинском лете пытаешься уловить предрождественское настроение. И, о чудо, едешь по Патагонскому лесу, и все деревья украшены ярко-оранжевыми шарами. Но это ли не подарок природы к Рождеству? Подробнее об этом грибочке вы можете прочитать на моем портале «Каникулы в Аргентине». Ссылку я оставлю к описанию к этому видео. А мы снова погружаемся с вами в пышное цветение дрока. Эти солнечные красавцы будут сопровождать нас все путешествие. Это такой кайф ходить или кататься по желтым туннелям. Дрог имеет 90 разновидностей и не является каким-то редким растением. Я его помню еще с родины. Он растет у нас на Кавказе, и летом, когда едешь на море, это были мои первые знакомства с этим растением. Но это очень низкие, такие скудные кустарники. На севере Испании он особенно прекрасен Галисии. И там буйство его цветения приходится на май месяц. И это очень высокие, красивые кустарники. Но такого волшебства и изобилия на сотни и сотни километров вдоль дорог, лесных тропинок, в городах, вдоль заборов я еще нигде в мире не встречала. Это просто невероятная красота. И это то, ради чего стоит приехать в Патагонию в декабре месяце. Но, как я сказала, что это одна из двух цветущих королев декабря. Кто же вторая? Смотрите до конца и узнаете. Прогулка по лесу из эндемиков Патагонии деревьев Араянас всегда обязательно в нашей программе. Вот такое красивое растение. Кстати, сегодня с сыном рассуждали, что так мало деревьев, у которых красиво не только крона, но и их ствол. И эти деревья, они прекрасны для озеленения городов. Посмотрите, какой красавец с оранжевым стволом. Кстати, напишите в комментариях, какие деревья с декоративными стволами вы знаете или любите. Мне будет интересно почитать и в том числе расширить свой кругозор. А это вторая цветущая королева декабря люпины. Да-да, те самые люпины из палисадников ваших бабушек, родины с Южной Америки, как и большинство бобовых. Это мое путешествие проходило в первую неделю декабря. И это самое-самое начало их цветения, их еще мало. Но если приехать на неделю позже, то есть в середине декабря и до самого конца месяца, то все вот эти желтые коридоры из дрока будут еще дополнены розовыми, сиреневыми и фиолетовыми люпинами. Вот это настоящая красота. Это чиманго, очень распространенная птичка на территории всей Аргентины. Любит позировать, потому что попрошайка ждет, когда ее покормят. Настоящий золотой дождь из еще одного вида бобовых. Я, к сожалению, не знаю, как это называется. Это растение, если кто-то знает, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! На закате дня мы отправились наблюдать за розовыми фламинго. Эта разновидность называется южный фламинго или фламенко-аустраль. И также научное название чилийский фламинго, несмотря на то, что самая большая популяция в мире находится непосредственно на территории Аргентины. Порядка 100 тысяч особей. Но для птиц это все равно достаточно маленькая цифра, поэтому в 2004 году эта разновидность птиц была внесена в международную красную книгу как исчезающий вид. Чайные домики – это одна из традиций Патагонии. Давайте заглянем в такой чайный домик на старой железнодорожной станции. Традиция чаепития была завезена в Патагонию из Уэльса вместе с первыми колонистами, которые начали заселять побережье Патагонии, нынешняя провинция Чубут, примерно с 1865 года. И вот женщины этих уэльских колоний, чтобы не терять свои традиции и корни, собирались вместе по вечерам, чтобы за чашечкой чая с традиционным бисквитом обсудить новости, поддержать друг друга. Позднее с побережья нынешней провинции Чубут эта традиция распространилась по всей Патагонии. Да что там, в Буэнос-Айресе тоже есть, кстати, напротив моего дома, где я живу, в Сан-Исидро, есть один из лучших чайных домиков Буэнос-Айреса. Известно, что когда в 1995 году принцесса Диана, она же принцесса Уэльская, посещала Аргентину на вертолете, она специально летала в провинцию Чубут, чтобы посетить чайные домики. Да-да, из Великобритании прилетела в Аргентину, чтобы попить английского чая. Вот такая вот она Аргентина. Кстати, на этом видео никого нет в этом чайном домике, потому что туристов сюда привозят на паровозе, и как раз мы приехали где-то за час до прибытия туристов. В остальное время этот чайный домик стоит пустой, поскольку он на таком отшибе, там нет ни дороги, ни близко, ни поселения, ничего. Просто в чистом поле станция, старая станция железной дороги, нынешняя недействующая, но только вот раз в день вечером к пяти часам, вот видите, на часах пять должен вот-вот прибыть поезд с туристами. Five o'clock – это по всей Аргентине традиция. Английская, ставшая аргентинской. Кстати, все же железные дороги в Аргентине были построены англичанами, поэтому в данном месте это как бы слияние двух главных составляющих присутствия, бывшего присутствия Англии в Аргентине – это чайный домик на железнодорожной станции. Пышное цветение боярышника – красота неимоверная. Эшольция или Мак Калифорнийский – это еще один сорняк вдоль дорог, обильно цветущий в Барелочи в течение декабря и января месяца. Это видео я сняла на набережной в городке Динавапи. Об этом городе у меня есть видео. Листайте мои плейлисты. И это набережное озеро на Уэль-Уапи. Посмотрите, какая фантастическая красота! Субтитры создавал DimaTorzok Вечером посиделки в одном из очень популярных ресторанов. В которых, чтобы попасть, нужно отстоять живую очередь в течение часа. И вот видите, на целую такую плошку, вот на заднем плане, сейчас будет официант брать еще вторую, одна меланеза. Но съесть эту меланезу, вот это целая порция, одна порция меланезы. Заранее уже она разрезана была у официанта на двоих. Но я наблюдала, некоторые берут по одной порции на человека. Скажу честно, даже вчетвером съесть ее тяжело. Поэтому все, что мы не съели, мы взяли с собой на следующий день, чтобы под араукарией, на фоне вулкана Ланин, куда мы сейчас отправимся дальше в этом видео, было из чего сделать бутерброды. Раннее утро следующего дня, и в этот день мы отправляемся в национальный парк Ланин. Одно из самых красивых мест на территории Патагонии. Но и сама очень долгая дорога, более 300 километров до этого национального парка. Потрясающе красивая, пейзажи сменяются один за другим. И наша первая остановка, видите, цветут люпины, как я уже говорила, это вторая цветущая царица Патагонии в декабре. Первые-первые только бутоны раскрылись. И это набережная реки Лемай. Очень полноводная река. Патагония – это место, где не везде есть цивилизация. И вот, как видите, между двумя берегами сообщение на пароме, причем на достаточно примитивном пароме. Даже мостик тут, видите, такой подвесной, поскольку река слишком бурная, чтобы на сваях делать мост, который снесет при первом же разливе реки. И вот здесь можно наблюдать полностью процесс переправы. Эти две машины загрузились и отправляется паром на другую сторону. Он практически не останавливается, потому что постоянно стоили с другой стороны, подъезжают машины, на паром загружаются. И вот через эту бурную реку при помощи стального каната происходит соединение двух берегов на пароме. 21 век Патагонии. Вот он выглядит вот так. Но какая при этом красота! Поэтому иногда можно закрыть глаза на отсутствие цивилизации в этом волшебном регионе на нашей карте мира. Патагонии. 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 Дальше наше путешествие продолжается по зачарованной долине или долине очарования, как вам нравится больше. Одно из любимых мест аргентинских инстаграмщиков. Название этого места полностью соответствует содержанию. Красивая растительность, причудливые формы скал, похожие на замки, готические соборы. Также можно увидеть геологические формы в виде птиц, львов. Есть здесь и перст божий, и монашенка, и даже огромная жаба. Наверное, волшебная. В общем, у кого насколько хватает фантазии. А как все эти формы образовались, расскажу вам во время моих авторских туров по Патагонии с геологом. У меня геологическое образование, поэтому со мной всегда интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вулкан Ланин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот еще одна попытка снять Иногда мне удавалось Прям кружочком, как цветочком снять Араукария Это вечно зеленое хвойное растение Семена этого дерева съедобные В основном это крупные деревья Высотой до 30-80 метров Которые могут достигать возраста Тысячи лет и более Приспособлены к любым Климатическим изменениям Но раз они живут 300 миллионов лет На этой планете И также они приспособлены Переносить извержения Вулканов рядом с собой Араукарии В данной зоне это местный Эндемик Данный вид Араукарии Есть два вида Один из них в Аргентине Встречается там, где водопады Игуасу Это бразильская разновидность Араукарии И это Араукария Араукана Или в простонародье Араукария Чилийская Которая растет На очень ограниченной территории Вот здесь на границе Аргентины и Чили На территории Национального парка Ланин Который в том числе создан Чтобы охранять и Араукарии Ну и что может быть более интересного И аутентичного в путешествии Чем пикник На берегу горной реки Под многовековой Араукарией Конечно же в компании с хорошим Мальбеком И бутербродами из вчерашней Недоеденной Меланезы Это уже стало традицией в наших турах Какой же он волшебный Неудивительно, что местный народ Мапучи Выбрал его своим символом И сколько интересных легенд Создано вокруг этого вулкана Это мы продолжаем движение По той же самой дороге Которая ведет к границе с Чили Эфемерная красота Короткого Патагонского леса В этой зоне Патагонии Произрастает два вида орхидей Кстати, здесь также В этих лесах Водятся и местные виды попугаев Местные виды калибри Казалось бы, для нас Попугаи, калибри, орхидеи Это все ассоциируется С тропическими и экваториальными зонами Но все это также Можно встретить и в Патагонии И даже есть такое понятие Как патагонские джунгли Видео, кстати, у меня о них снято Как-нибудь смонтирую видео Так что, кто не подписан на мой канал Подписывайтесь Впереди еще очень много открытий И вот мы погрузились В глубину патагонского леса Там на неведомых дорожках Следы неведомых зверей Это мы движемся к озеру Но для этого нужно, видите, на машине реку переплыть Здесь, куда не сверни Всегда какая-то сказка Казалось бы, вот только-только ехали по степной засушливой зоне Только редкие араукарии И вдруг мы попадаем в сказочный лес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И эта сказочная дорога Нас привела вот к такому красивому горному озеру На самой границе с Чили Последний взгляд на красавца Ланин И отправляемся в город Сан-Мартин-де-Лос-Андес По которому мы с вами гуляли в прошлом видео Кстати, по этому мосту ездят и межгородские автобусы То есть, если вы будете ехать из Барилочи на двухэтажном автобусе Вам предстоит проехать через этот хлипкий мостик На подъездах к Сан-Мартин-де-Лос-Андес Город Сан-Мартин-де-Лос-Андес является началом знаменитого маршрута Семи озер, по которому мы сейчас и отправимся По городу Сан-Мартин-де-Лос-Андес мы с вами гуляли в предыдущем видео Кто не смотрел, заходите в мои плейлисты Погуляйте, послушайте легенды этого городка Но предыдущее видео я снимала поздней осенью И был очень пасмурный день А сегодня мы на несколько минут заглянем в Сан-Мартин-де-Лос-Андес Летний, поскольку эти съемки я делала в первой половине декабря Посмотрите, как совершенно по-другому смотрится этот город Совсем не узнать по сравнению с прошлым видео Но Патагония, она вся такая Она вам никогда не надоест Потому что в каждом месяце она совершенно разная Посмотрите, как прекрасен Сан-Мартин-де-Лос-Андес летом Цветущие роденодроны, цветущие розы Аккуратные английские газоны Но разве можно поверить в то, что вы в самой глубинке Аргентины? Вот люди, которые мне постоянно пишут Как можно было переехать в нищую Аргентину из Испании Где, где вы видите здесь нищету? Посмотрите, какая красота Ухоженно, чисто Разве в нищете люди сажают такие дорогие цветы? Вы думаете, так просто вырастить рододендрон? Это огромнейшие и физические, и финансовые затраты То же самое розы, просто так они не растут Это вам не сорняки Вот вам глубинка, самая обычная глубинка Аргентины Куда очень трудно добраться Правда, как я уже говорила, самолеты летают из Буэнос-Айреса И практически 24 часа на автобусе Ну если на машине, это 1600 километров Наверное, 2,5-3 дня Потому что на ночь надо останавливаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это набережная озера Лакар Об озере Лакар я рассказывала вам в прошлом видео Рассказывала интереснейшую легенду народов Мапучи И почему название этого озера на русский язык переводится как Мертвый город или Затопленный город И когда вот так вот с набережной Сан-Мартино смотришь на это озеро Достаточно обманчивое впечатление, что она очень маленькая Ну, лужа там какая-то Нет, дело в том, что вот как раз за этим хребтом Озеро Лакар поворачивает как змея И продолжается еще на десятки и десятки километров Это огромное озеро, помните по легенде? Это река, которая затопила полностью город А город был огромным Редактор субтитров А.Семкин И снова нам позирует чиманго В надежде, что мы ее чем-нибудь покормим Чиманго это родственница каракар Из семейства соколиных Питается падалью Может также с поверхности воды впоймать какую-нибудь рыбку Но вот в таких туристических зонах Они настолько обленились, что всегда ждут, чтобы их покормили туристы Делать этого, конечно же, не следует Потому что они могут потерять свой навык И даже не смогут обучить своих детенышей кормить Чиманго встречается на территории практически всей Аргентины От самого юга до самого севера За исключением самых высокогорных областей Северо-запада Аргентины Высокогорье Хухуя, Сальты, Катамарки И так далее Там, где у нас вершины от 5 до 6 тысяч метров Это мы продолжаем двигаться по дороге Вдоль озера Лакар Видите, как далеко оно уходит в глубину Ант И в данном случае Эта наша экскурсия идет по сразу двум легендарным маршрутам Во-первых, это рута 40 Самая знаменитая дорога Аргентины И, наверное, всей Южной Америки Которая связывает крайний север с огненной землей То есть с крайним югом И ее протяженность 5000 километров И в основном она идет вдоль Ант И также это легендарный маршрут Семи озер Который давно я вам обещала показать Эта часть маршрута идет вдоль озера Лакар От которого, в принципе, этот маршрут и начинается Путешествовать по маршруту Семи озер Нужно без спешки, смакуя каждый момент этого путешествия Здесь вы оказываетесь в объятиях природы со всех сторон Любуясь пейзажами, наслаждаясь патагонским лесом На вершинах горы начало декабря Еще не везде стоял снег А зимой вы здесь попадаете просто в снежные сугробы Как это со мной произошло месяц назад Летом это постоянное цветение и ароматы местных цветов Ну или как вот в данном случае В декабре дроки завозные цветы А затем начнут с января, феврале Цветет местная мутися И другие эндемичные цветы Именно патагонского леса Это ни с чем не сравнимое наслаждение Которое вы обязательно должны себе позволить А я жду вас в моих авторских турах По патагонии с геологом и лесничем Это озеро Мочонико Одно из семих на знаменитом маршруте Возле него есть смотровая площадка С которой открываются захватывающие панорамные виды И примерно в этой части нашего маршрута Мы плавно из одного национального парка Ланин Переезжаем на территорию национального парка Науэль-Уапи А это сказочно интересное место Давайте заглянем сюда Это частная территория на берегу озера Эрмоса Что переводится как озеро Красавица или Красавиц И абсолютно никакой информации об этой церкви нет Поскольку она частная При частном домовладении Но очень своей архитектурой Напоминает русские церкви Мы облазили со всех сторон Этот трюк не повторяйте Этого делать нельзя Поскольку частная территория Но просто мы не смогли устоять И, кстати, нашли несколько захоронений Сразу сзади этой церкви На которых были титулы и имена здесь захоронены Там немецкие имена были Баские были фамилии Очень-очень высоких рангов Окошечки Давайте сейчас заглянем в окошечки этой церкви Вот так выглядят ее внутренности Продолжение следует... Следующая остановка Это смотровая площадка Перед 20-метровым водопадом В Ульинянку Смотрите, как красиво он смотрится С учетом на задней плане Заснеженной вершины горы Мощь невероятная Как раз в это время Тают снега на вершинах гор Поэтому все реки И водопады И водопадики Они полноводные Это кустарник Это кустарник Эль Калафаты В честь которого Назван город Эль Калафаты Где находится знаменитый Ледник Перитомарено У меня есть видео О путешествии К леднику Перитомарено Кто не видел Листайте мои Плейлисты Очень красивое видео И тоже в тот период Цвел этот кустарник Который дает Кстати Очень вкусные ягоды На берегу озера Фолкнер Есть большая зона отдыха Со столиками С местами для пикников Даже там небольшой бар есть Он немножко входит в кадр Что-то там строится По-моему Когда потом мы были Уже Это строительство Закончилось Я даже не придала Внимания Что там На заднем плане Мы видим Холмы Фолкнер И Муэла Которые Как трон Видите С двух сторон Окружают Это красивое место Где обязательно Нужно остановиться И насладиться Красотой природы И звуками природы Мы были В большой сезон И как видите Особо много Людей нет Поэтому Большого шума От туристов Тоже здесь нет Никто вам мешать Не будет отдыхать Субтитры создавал DimaTorzok А какая чистая Прозрачная Водичка В этом озере Так прям И манит Попробовать ее Субтитры создавал DimaTorzok На здоровье На здоровье Вкусная водичка И напившись Вкусной Чистой Патагонской Талой Воды Отправляемся В дорогу К следующим Озерам Деревья Аргентины И Чили Примерно Женский Ноготок У них Размеры На них Растет Гриб Жау-жау Который Мы видели В начале Этого Видео Только На этом Дереве Жау-жау Растет И встречаются Экземпляры Возрастом До 600 И 700 Лет Тоже Долгожитель Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров за настоящей жизнью не на показ туристам эти вот здесь держат знаменитого патагонского барашка которым потом можно насладиться в ресторанах уже в туристических местах и здесь же мы долго наблюдали за магеллановыми гусями очень красивая благородная птица видите вот идет парочка с детенышем будет учить его плавать магелланов гусь это местный эндемик он водится только на территории патагонии но на территории всей патагонии до от самой северной части вот в принципе мы сейчас находимся практически в самой северной части патагонии а также их можно наблюдать на огненной земли и на всем этом протяжении погонщик гусей вышел а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как в России, какая красавица Сколько путешествую по Патагонию, не перестаю удивляться, как же мне здесь все природа, домики, огородики, все это напоминает родину, напоминает Россию Есть какая-то связь между этими двумя регионами Ну или в прошлой жизни я здесь жила, что мне в принципе говорили мои астрологи И дальше в путь нас ждут еще много и много озер на маршруте, хоть он называется, семь озер, их там намного больше И это все озера ледникового происхождения с чистой водой Видите, даже все, что на дне находится, можно сверху увидеть, хотя глубина большая С того мостика, с которого я делаю эту съемку, детвора ныряла вполне благополучно, никто шею себе не свернул И уже поближе к городу Вилла Лангастура на некоторых смотровых площадках Можно увидеть вот такие вот развалы, на которых можно купить всякие работы местных ремесленников И это уже красота по дороге к отелю в Барелочи, где мы останавливались Если вам понравилось мое видео, не забывайте вам там вот внизу поставить лайк Написать комментарий, даже если вам что-то и не понравилось Подписаться на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях Не будьте жадными Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас